Субтитры предоставил DimaTorzok Исправила за поражение от московского «Динамо» в матче с другим «Динамо» – Минским. Обе шайбы новосибирцы забросили во втором периоде. Сперва отличился Владислав Наумов. На второй минуте периода защитник мощным ударом распечатал ворота минской команды. А через несколько минут после кулачного поединка между Демидовым и Скили Сибирь оказалась в численном преимуществе – пятером против троих минчан. Сигарев, Перещагин и Загрисон разыграли все как по нотам, сделав счет 2-0. К сожалению, сохранить свои ворота в неприкосновенности сибирякам также не удалось. Сухарь Александра Салака сорвался за полторы минуты до конца основного времени. Вся игра ключевая. То, что забили 5 на 3, да, молодцы, это победный гол. Выиграли игру за счет этого, получается. Тренер говорил Павел Зубов, что, может, какой-то психологический недонастрой был в первой игре. Было такое? Нет, не было психологического недонастроя. Просто не забили свой момент. Хотя они были у нас и не дотерпели в конце игры с Динамо, и поэтому проиграли. На футбольном поле также было противостояние Сибири и Динамо. Новосибирцы принимали в гостях команду из Санкт-Петербурга, которая не так давно сотворила главную сенсацию Кубка России, выбыв из борьбы с «Зенит». Матч в Новосибирске на сенсацию не претендовал и завершился трудовой ничей. Константин Бухтатов расскажет подробнее. На градуснике чуть выше нуля, а слабый дождь идет на протяжении всего матча. Игроки на поле хоть и утепляются, но все же называют условия футбольными. Играть на открытом стадионе новосибирцам предстоит до конца октября. Так что выступать при нулевой, а то и минусовой температуре, Орлам еще не один матч. Погода хорошая была, футбольная, я думаю, приятная. В такую погодку играть. Поле чуть мокрое, мяч более-менее скользит и более приятный, чем на сухое поле. Шумиха вокруг петербургского «Динамо» после победы над «Зенитом» в Кубке России не мешает гостям настраиваться на игру ни психологически, ни физически. Наоборот, уже на десятой минуте встречи они открывают счет с пенальти. Пенальти в начале игры, конечно, сломали наши планы на игру. Но мы не уступили, дальше гнули свою линию, забили гол и хотели второй забить. Ну, понятно, чуть-чуть не получилось. Хотели моментики, так были полумоменты, но не дожали. Не дожали, могли, могли, могли дожать. Чуть осадок остался после игры. Сибиряки ответ находят через минуту после перерыва. Евгений Чеботару сравнивает счет ударом под перекладину. Нельзя сказать, что инициатива во втором тайме у новосибирцев. И Сибирь, и «Динамо» делают все, чтобы забрать три очка. Хорошо, что забили быстрый гол во втором тайме. Но это как бы добавило еще даже больше энергии ребятам. Где-то еще я их просил еще в перерыв маленько успокоиться, чтобы перевести где-то в более комбинационную игру. Но все они как бы спортсмены в душе и все максималисты хотели победить. И поэтому я еще раз повторюсь, что это переизбыток желания. Он где-то, может быть, сыграл нам не на руку. Команды расходятся миром. Один-один. Сибирь не проигрывает в чемпионате уже пять матчей подряд и продолжает держаться в восьмерке лучших. Продолжаем говорить о футболе. Первый турнир среди дошкольников прошел в Новосибирске. Маргарита Онникова следила за соревнованиями самых маленьких. Это не турнир, скорее праздник. Перед матчами яркое открытие с участием ростовых кукол. Главные виновники Крохобола еще даже не ходят в школу, но уже звезды футбола. Самая главная задача – популяризация футбола, чтобы увлечь детей этим видом спорта, чтобы они с удовольствием ходили на занятия. Ну и впоследствии из них выросли футболисты настоящие. В турнире участвуют 16 сборных детских садов. Играют на половину мини-футбольного поля. Без аутов. Матч длится всего 7 минут. Это тоже футбол. Но это футбол ихнего возраста. Поэтому командную игру, конечно, нет. Но в этом возрасте, в принципе, этого нам и не надо. Сейчас вот индивидуально работать, я говорю, чтобы дети просто на этом этапе, чтобы они поняли, что они хотят в дальнейшем стать футболистом, привить вот эту любовь. Победителем первого в истории новосибирского футбольного турнира среди дошкольников становится команда детсада номер 70. Но вне зависимости от места все участники получают медали и сладкие призы. И в завершении выпуска на следующих выходных в Новосибирске пройдет турнир по каратэ Кубок маршала Покрышкина. Ожидается участие более тысячи спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Всероссийские соревнования по каратэ Кубок маршала Покрышкина проводятся с 2003 года. За 14 лет турнир вырос до соревнований всероссийского уровня и стал одним из крупнейших в Сибири. В этом году турнир посвящен 80-летию образования Новосибирской области. Соревнования будут проходить одновременно на пяти татами. Болельщиков ждут выступления спортсменов по трем видам программ. Ката, ката-группа и кумите. 30 сентября на татами выйдут спортсмены старше 14 лет, а 1 октября каратисты от 10 до 13. Кубок маршала Покрышкина пройдет в спорткомплексе НГТУ. На сегодня все. Смотрите спорт-обзор на телеканале ОТС и первыми узнавайте о самых интересных спортивных новостях региона. Также всегда быть в курсе вы можете подписавшись на наш аккаунт в Инстаграме. Там вы найдете интересные моменты со съемок, анонсы сюжетов и то, что не вошло в выпуски. Оставайтесь с нами и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok